Вчеракий новый день У нас сменился ведущий Теперь ведет Вань и так и новый день пацаны всем привет снова мы на бане бластер стреляет в общем мы снова на бане у нас уже идет вовсю монтаж фальцевой кровли водосток стоит прошло поэтому объекту прошло видео закончилось тем что мы плотницкую заканчивали прошло три дня и мы уже почти заканчиваем жестянку это ответ на вопрос почему мы не хотим заниматься плотницкой давай там тут уже все в жестянке все на автомате просто с плотницкой начинаешь играться вот сейчас у нас уже процесс идет тут у нас уголочки стоит потому что я его только привез как-то провтыкал этот момент забыл просто также у нас тут видно капельник конденсата устройства да как у нас устроен вот ну и тут уже силовая капельничек вот такие вот дела фальсиметр которым закрываем для мира которые стоят и ванька который тоже пока стоит в общем сейчас вылезут да так же вот можно увидеть а что ты так много выфрезеровал на одну длину надо было вот так вот там больше короче ладно это все лирика в общем сейчас идет процесс монтажа картин я привез уголок сейчас ванька закидает и останется ему два дня монтировать картины и потом еще пару-тройку дней там ветреники ой коньки доставить ветреники доставить вот водосочку ставить здесь не будем ну вертикальную правильно или как мы решили да не будем потому что там отмостка не готова на понять что в общем сейчас я вылезу туда и под снимом покажу поднялся наверх вот мы тут идем в общем так это все выглядит процесс ванька надеюсь на все разметил раз закидал картины можем здесь также пройтись так-то выглядит вот в общем станучи катает нормально все шведский который я регулировал там сидел вот у нас тут картины лежат ровненько все мембрана когда солнышко светит нагревается и вот так вот она выглядит вы видели съемку когда да вот она вот так вот лежит вот она вот так вот лежит правда это pvg это это у нас universal но тем не менее ведут они все одинаково вот смотрите даже да вот в тени вот мы в тени смотрим на нее и вот она же на солнышке ну ты знает тот знает да вот шишечки просто они тени дают вот вот вон там вот солнышко зайдет она как струна и прикол в том что когда такая фишка еще есть когда виндовую кладешь по 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 теплу да а потом мороз и натянулась и даже угол не садится там где надо вот поэтому здесь она натянется все все будет ровненько хотя картина конечно уже ужасающая посмотри на экран прям обалдеть просто вот ну тут у нас труба ваня рассчитал да что здесь труба будет поэтому начал отсюда до закидывать вот ну и все две ендовы тут чего тут у нас вот тут вклепка круглая перри перенесли флепку тут вклепка там ничего вот тут вот труба которым облицовываем и делаем скорее всего колпак еще просто я не знаю не обсуждали а может быть обсуждали может я просто забыл вот такие вот дела уже 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 по этой по традиции начинаем с ваньки точнее продолжаем вот у нас здесь картины закиданы там снежки стоят у нас вот там вот да вот вот здесь кронштейны стоят облицевали трубу вот такой момент у нас здесь фанерка то здесь сэндвич труба до бани обмотана каолиновой ватой и залито что-то похоже на глину так это смесь специально потом огнеупорный кирпич соответственно сэндвич да там каолиновая вата глина и потом кирпич он будет нагреваться но не сильно вот фанерка которая никак не закреплена в трубу в кирпич она скручена только между собой с не больно чтобы она свободно ходила вот уже сутова несколько дней прошло уже видно что она подсела то есть у нас крыша села да выбрала нагрузку венец тоже садится там и на ты чуть-чуть села это видно чтобы она свободно ходила то есть у нас крыша будет ходить этот регулируемый конек то что о чем я говорил да он будет регулироваться и облицовка дымохода ходит независимо от то есть кирпичной стены да которая на фундамент опирается дом то весь будет садиться помимо конька весь дом садится то есть венцы мы при расчете кровли учитывали только количество венцов от маурулата до конька ибо оно настолько волнует но а то что садится ниже оно все вместе садится но вот так труба не садится вот миллиметров 80 здесь надо дать зазор такой то здесь оголовок будет 8 миллиметров чтобы мог спокойно труба могла спокойно сесть вот здесь вот эту часть уберем ребята каменчики сделать здесь нарастим 500 миллиметров возьмем трубу оденем колпак соберем с вклепкой пум обсадной колпачок вот такой вот будет вот я вам показывал мы уже делали что-то похожее вот накрыл к на кровли диапсид вот зимой который вот сюда соответственно моденем все это сфальцуем будет она отдельно жить также нас там вот клёпочка уже есть вилку правда заказчик привез нету которая под фальц немножечко другая там пришлось и модернизировать кто знает знает ну и все осталось вот тут вокруг трубы это все обойти еще здесь из моментов очень неудобно вот у нас ось конька отгибка будет где-то здесь да вот и двадцатка суда брусок вентиляция получится так что мы где-то миллиметров не значит не буду говорить нам 300 может быть 400 зайдем капельником непосредственно мы с вами обсудили что мы просто капельником вот так вот обойдем вот сюда вот и здесь миллиметров 100 ставим зазор чтобы спокойно туда ну там отгибка будет и мы скорее всего даже продых только вентилируем и заглушим там достаточно для этой вентиляции просто заглушим его вот чтобы вся водичка которая попала сюда на сзади на заднее примыкание вывела как бы его косой фальчик ее в сторону и ушла она вниз вот также здесь еще из-за липуха вот это вот в это место вышла до центральная которая мы посмотрим сделаем в итоге покажем как вам сейчас сейчас у нас процесс монтажа картины идет их осталось от 1 2 1 2 4 штуки 4 штуки заднее примыкание в целом уже почти все готово там уже даже ветреники стоят давай и там ветреник с одной стороны да вот там да а там и там ну вот такие вот дела еще спустимся туда там что ваня хочет спросить все посмотрим ослиное ушко вижу никакой фальц поперек не пришлось сделать в общем сейчас туда еще спустимся там посмотрим ну вот собственно мы в этом месте вот тут я говорю что на фальчик сделать но его уже некуда делать здесь достаточно будет ослиного ушка для того чтобы направить туда водичку ветерник потом оденется суда зайдет и будет красота вот здесь уже то что о чем я говорил у нас ветренник стоит дальше конек это все еще пока он сырой так торчит пока что так также тут снежок и снежок за вклёк сделать здесь у нас силовая часть не доводим как видите вот миллиметра 45 здесь стоим приклепываем к скользящий клянер вот это для для чего не доводим для того чтобы раньше была ошибка у нас мы доводили и потом когда картина расширялась клянер не давал этого делать и ветровая картина вспучивалась когда солнышко выходит солнышко заходит она чуть на место становилось теперь делаем вот так вот дабы это избежать берите на вооружение кто не знал я уверен что многие знали вот в общем следующий раз приеду скорее всего когда будет готова и также в мастерской буду изготавливать туда оголовок ну вот и закончили мы кровлю остался только колпак туда отдельно сделается мастерской так проклеенные стыки то есть хомутик желоб одевается друг на дружку миллиметров 60 вот и отдельно проклеивается так же стоит резиночка ну хомутик соединения такой вариант когда нет софитной части то есть снизу облицовка вот такая вот доской который стоит немыслимых денег который многие пишут что вы прилепили арбатова что вы это не мы это заказчик делал вот облицовывал торцевые все и снизу вот так вот выглядит уже зашитое как облицовка сразу вот в общем вот такие вот дела ну и здесь также мы можем сбоку видеть на ветреннике как это выглядит вот так выглядит стропила и часовая доска отделочная собственно то чем занимались там почему перепады были вот так вот это все выглядит теперь заказчик теперь это все как он сказал маслом промажет или чем-то таким в этом ну то есть я так понимаю бесцветная просто чтобы сохранить доску ну вот мы находимся на кровле теперь рассказывать особо нечего здесь у нас двухскатная крыша вся сложность была у нас в плотницкой работе как я говорил у нас здесь конек который регулируется теперь нас крыша ровненькая как струна просто вот стоит снегозадержание металл у нас северсталь ruftop 7024 с инкоманием 275 грамм вот здесь труба у нас как я показывал труба поставь ваню желоби там а нет собой ладно трубак я уже говорил движется отдельно сюда мы нарастим 500 миллиметров с колпаком сделаем ну то есть вот такую штучку я говорил и соответственно в клепку делаем верхние центральной картине колпака вот здесь у нас то чем я говорил у нас там прям кашка сделано то есть стандартно вот так труба в непосредственно близости близости переход капельника вот так это выглядит до водичка стекает и потом отсюда спокойненько выбегает вот так чтобы не городить ничего было такое решение так вот сейчас сейчас спустимся туда к ослиному ушку вот там вопросы были не разогнет ли его ослиное ушко конечно исключать этот факт и утверждать как теоретически что это точно не произойдет не буду но здесь стоит снегозадержание как правило эта шапка которая лежит здесь она единая тает улететь может только то что перед желобом это в момент когда уже здесь все растает перед ним вот поэтому здесь как-то поставить снегозадержание не представляется возможным поставили максимально вот здесь на этой части опять же критического даже если его по каким-то причинам мушка разогнет в принципе здесь вот край ветреника да это край ну то есть его части желоба пронизывается вирус универса вульс так как-то целом индова небольшая да и тут кусочек крыши небольшой воды много не будет перелетать особо не должно по идее я же говорю косой фальчик вот там вот ставить направлять воду тоже наверное было неправильно вот вот так у нас еще здесь вклёпка за вклёпкой послали снежки чтобы защитить ее вот такие вот дела ну вот после я не знаю что рассказать крыши достаточно простая больше было сложности на сплотниц кими работами вот так же сейчас на не очень чистая дождика не было хорошо чтобы смыло на улице у нас ну то есть на улице участок там весь в опилках да вот эти опилки с пылью грязью пока что здесь вот посмотрим если заказчика бушланга найдется есть и вода есть пошли не знаю даже здесь есть вода на участке нет скорее всего она есть просто она может быть замерзшая была тогда дня через три приедем вставить колпак поднимем сюда шлангу и помоем крышу скорее всего маленьких шотиках я вам это покажу чтобы уже видео не вставлять хотя если оно не будет смонтировано то вы увидите то как мы ее вымыли вот все ребят показывать особо я же говорю нечего крыша достаточно простая на этом все увидимся слышимся всем пока